Далее я вам скажу, самую главную вещь, нам не надо далеко идти, возьмите, ладно, не будем брать детей, вот кто у нас иммигранты, они все сейчас вернулись назад и работают в России. Ну не все, в силиконовой долине программисты себе сидят, совершенно нормально, ни одного из них. И эти вернутся, как только от компьютера оторвутся, пойдут в магазин, пару раз им там плюнут какой-нибудь афроамериканец в лицо и все, они сюда приедут назад. Дело не в этом, вы посмотрите наши, Успенская, все, они все там были нищие, они бедствовали, да нет, все там бедствуют, нету там, но есть там какой-то один программист, который там один хорошо живет, а в основном там все иммигранты бедствуют. Вы назовите мне хоть одного русского, кто там поднялся, кто вот с детского дома, вот мы, например, с Шатуновым, с детского дома, я через 9 лет стал первым советским миллионером. Я бы в Америке стал, да никогда бы в жизни, я бы там бичом был и 100% жил бы в канализации. Вы понимаете, кем это? У нас столько примеров людей из детских домов, которые... Ну я считаю, что здесь у русских и с нашей культурой больше возможности у детей стать звездами и стать богатыми. Вот я понимаю, почему вы политик, вы умеете заболтать, но совершенно меняете ход разговора. Нежели там, понимаете, нежели там. Я не считаю это отдавать детей. Вы знаете, пришел я в детский дом тут один и говорю директору, какой у вас красивый детский дом, какой большой у вас детский дом. А она на меня смотрит, я говорю, сколько у вас детей вообще должно тут находиться? Она говорит, 360 человек. Я говорю, а сколько у вас сейчас детей? Она говорит, у нас детей мало. Я говорю, сколько? Она говорит, 105. А куда дети делись? Она говорит, их всех увезли за рубеж. Вы понимаете, их отвезли за рубеж. У нас стоит детский дом пустой, там 210 детей не комплект. Скажите, а у вас у самого нет желания взять и усыновить? У меня двое детей, а все мои участники Ласкового Мая, они все мною усыновленные. Потому что возьмем Андрюшу Гурова в 11 лет, Миша Сухомлинов в 10 лет пришел, Юра Шатунов в 14, 13. Андрей, это все был инструмент излечения прибыли. Вы выбрали талантливых детей, вы их катали, получили деньги. А взять больного какого-то ребенка, который петь не будет и танцевать не сможет. Я вам скажу, Ласковый Май перечислил на детские дома, дома инвалидов и детские дома. Это все, это мы все про Атарова услышали. Услышьте. Личный пример политики. Два с половиной миллиона долларов США. Мы только перечислили за пять лет создания группы Ласкового Май детских домов. Мы отремонтировали дом ребенка, мы отремонтировали Кирова, мы отремонтировали дом инвалидов. Я аплодирую. У меня руки зачитаны, шайтан машины. Я как бы аплодирую. Андрей. Как вы думаете, сколько в Ласковой Май работает людей? Я все понял про Ласковой Май. 500 человек. Сейчас мы разговариваем с разным политикой. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.